Сумма мнений Воникает в город и ничего с этим поделать нельзя На самом деле мы о грибах, а не о чем-то очень страшном, о чем бы вы могли подумать Но о них во второй части программы Начнем мы, пожалуй, наш блокбастер с погони Мы позвали к себе в студию стритрейсеров Это городские гонщики для тех, кто не в курсе И также тех, кто с этими гонщиками пытается бороться К нам пришли, собственно, гонщик, лихач, Евгений Пестов Бывший организатор неофициальных гонок Алексей Шарипов И тот, кто говорит всем остальным Да ты гонишь! Катитесь отсюда! Это противник стритрейсеров Алексей Талипов Здравствуйте всем! Привет-привет! Давайте посмотрим, как по нашим улицам носятся автомобили Как они крошатся Мешают себе, друг другу Да, и какими жертвами это иногда заканчивается Выглядит очень эффектно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Страшное дело, честно говоря, жутковато на это все смотреть И очень не хочется оказаться на улице в тот момент, когда люди устраивают такие опасные маневры Скажите, пожалуйста, дорогие гонщики, вот вы так ездите? Так нет. Так нет? А как в таком случае? Мы ездим более безопасно Почему? Потому что это ночь, как правило? Или потому что вы просто аккуратные люди, соблюдающие правила дорожного движения? Ну, соблюдающие правила это в кавычках То есть правила они сами знают То есть правила для того и создано, чтобы их нарушали Вот как! То есть это дураки придумали, что пешеходы ходят по тротуарам, а водители ездят в определенном скоростном режиме, да? Да, нет, конечно. Чаще всего мы, конечно, гоняем, грубо сказано, ездим. Ездим, ну, после 12 ночи. То есть когда светофор находятся... В чем удовольствие? В чем удовольствие? Вот так вот гонять? Это же не пейзажа не разглядеть, не поговорить, не музыку послушать по ходу дела. Ну, это болезнь. Болезнь. Так, можно, кажется, пришли к этому. Можно, да. А как вот люди, которые там утром на работу, у них дети спят. То есть вы же в городе находитесь, вы не на специальном сооружении, не на автодроме, не за городом. Пожалуйста, вот мне без разницы, я сам люблю автогонки. Я болею за Формулу-1 там 20 с лишним лет, увлекаясь автоспортом. Но вы не занимаетесь автоспортом. Я объясню, у Алексея Талипова под окнами, правда, не стритрейсеры, а дрифтеры упражняются. Ну, неважно. Вы не занимаетесь автоспортом, вы занимаетесь фигней. Вот реально, вы не занимаетесь автоспортом. Алексей, вмешивайтесь, поддерживайте коллегу. Вот да, скажите, вот вы чем занимаетесь? Вот что это такое? То, что вы делаете? То есть я начал с 2006 года, я начал участвовать в дрэг-рейсинге. Сначала в любительском, потом в профессиональном. То есть были гонки на Уктусе, участвовал там. Потом пробовал свои силы в верхней Пышме на автодроме. То есть автоспринт 2007-2008. Но автоспринт как-то не очень понравился. Теперь занимаюсь больше дрэгом. Зрители начали писать. Говорят, болезни надо лечить, а не рисковать жизнями окружающих. Кстати, если вы хотите присоединиться к разговору, пишите комментарии на сайте игбург.тв. Или звоните нам по телефону 376-45-88. Еще есть скайп, ЕТВ, нижнее подчеркивание ТВ. Алексей, все пытаюсь вас втянуть в разговор. Тоже болеете, лечитесь? Или уже, может, выздоровели? Я тоже начинал сам гонять, но потом, опять же, о безопасности я думал очень сильно. Когда начал организовывать именно эти мероприятия, я подходил к этому с точки зрения безопасности. То есть постоянно подбирались какие-то площадки, чтобы они были ограждены. Или же выезжали за город. Хотя это и нелегально, но это было за городом. Ответьте своему тезке. Вот думали о других людях, которые живут, может быть, поблизости? И должны слушать виск тормозов? Об этом и думал. Поэтому выезжали за город за несколько километров. Там уже нет людей. Приезжают именно те, у кого есть желание погонять или посмотреть. Но опасности в любом случае подвергаются те, кто за рулем. И те, кто навстречу едет. Да, или рядом. Мы сейчас, можно ли, говорим о неорганизованных соревнованиях. То, что вы там говорите. Вы участвуете на подготовленных автодромах. Вы организовывали, следили за безопасностью. Происходит очень много гонок любительских на разном уровне. Но когда это организовано, согласовано, это нормальная ситуация. Но когда ты приходишь домой после работы, и тут у тебя под окнами, извините, 200 лошадиных сил. И у меня теща телевизор смотреть не может, потому что шум с улицы. И это, кстати, к лучшему для тещи. Шум с улицы перекрывает полностью звук в квартире. Я когда звонил 02, чтобы приехал наряд полиции, я не слышал, что на мне горят в трубку. Настолько шумно там. Если не секрет, вы случайно не на футчика живете? Я живу на Уралмаши, напротив стоянки торгового центра дома. А вы сняли чудесное видео про ваших нежданных соседей. Может быть, посмотрим? Давайте посмотрим, действительно, что там. С чем вам приходится мириться? Тут нету звука. Со звуком это гораздо. И это еще звук-то сглаженных телефонов. Слушайте, это все ради звука делается, что ли? Я чуть не пойму. Да, это специально делается, чтобы было как можно громче. Да, да, да. Слушайте, ну скажите, зачем тогда вот эту трубу огромную делать? Да, включает ручник, начинает газовать. Это рабочий эффект. Да, конечно. Почему не понимаешь? Вообще звука. Притом, тут уже стоят знаки ограничения скорости 5 км в час на везде на эту стоянку. Слушайте, насколько я могу судить, это базовская классика. Она, в общем, предназначена для того, чтобы боком ездить. Так, специально я покупаю задний привод, чтобы боком ездить. Передний привод боком не ездит. Вот это да. Ну, не так. Страшное дело. Нет, ну действительно, мне кажется, что тут главное все-таки звуковой эффект. Ну потому что, ну мы же все видели вот эти вот трубы, которые торчат из автомобилей. Трубы, они не для звука сделаны. А для чего? Для красоты? Это гордость мужская, что ли? Это процесс тюнинга начинается с двигателя и выхлопа. Все это вместе должно быть дорабатываться. Вот вы смотрите болиды Формулы-1, они же тоже шумят. Они же не ради звука едут. Так они же не по городу едут. По городу тоже ездят. У нас болиды Формулы-1 в 12 ночи, у меня под окнами не работает. Так это понятно. Если у вас мнение, что это ради звука, то это вы ошибаетесь. Нет, подождите. Вот давайте ситуацию. Он включает ручник и специально газует так, чтобы машина стояла на месте, но колеса буксовали. Ради чего? Он шлифует резину. Прогревает резину. Зачем? Зачем человеку теплая резина в хозяйстве? Извините. Лысую резину прогревать, да? Это не лысая резина, это слик. Ну да, он делает слик, я понимаю. Это такой новый способ производства резины. Мишлен, вы прощелкали. Быстрые потентуки. Слики покупать настоящие будет дорого. Делают из простого. Такие машины вообще нельзя выпускать на дороге общего пользования. Да, это не дорога общего пользования, стоянка. Как это не дорога общего пользования? Это стоянка. А он до нее как доехал? Телепортировался на вертолете? Это уже... Он на вертолете тоже превышал скорость, когда он туда вернулся. Они точно так же выезжают тут же на Ломоносово или Победу и тут же топят на красный цвет. Они могут менять колеса. Подвески нет, они все обрезали. Вот вы скажете, вот среди тех, кто с вами гоняет, вот люди нормальные вообще есть? Все нормальные. Все нормальные. У всех справки, да? Все получили права по-честному. То есть там психиатр не беспокоится, не волнуется. В чем интерес именно по городу гонять и вообще что это за удовольствие давить на педали? Я вот 10 лет водил автомобиль, у меня права недавно истекли. Я всегда езжу как пенсионер. Ну вот просто 60 написано, еду 60. В чем интересно нарушать правила? Ну это просто выброс адреналина. То есть адреналин это наркотик. Тут дело не в том, что интересно нарушать правила. Опять же дело идет в том, что нету мест специализированных. Деньги на автоспорт жалко тратить. Поэтому гоняют по простым улицам на простых машинах. То есть с этого многие начинают. То есть это бедность? Ну я согласился, что нету специализированных мест. Это наше правительство такое. Нет, слушайте, а почему эту бедность оплачивают другие горожане? Вот да. Ну то есть вот, например, Алексей. На самом деле, вот вас сколько там? Несколько тысяч человек, наверное, с города соберется. А правда, а сколько вас? Вот сколько? Вот вы как-то возьмите по тысяче рублей, и вам хватит, чтобы заасфальтировать площадку там в футбольное поле. И катайтесь вы там где-нибудь 30 километров от города. У каждого свои интересы. Не все же катаются именно как в дрифт. Вы же вот сейчас дрифт показывали. У кого-то дрэк, у кого-то спринт. Там разные направления. Ну дрэк, пожалуйста, аэродром, уктус. Там тоже далеко никому не мешает. Вот это вопросы вашей переговора с властями ГИБДД. ГИБДД, по-моему, не против организованных мероприятий. Они не против, просто они это ценами так делают, что мы не против вроде бы, но до последнего они все площадки запрещают, а потом говорят, ну можно сделать было бы. Но извините, мы не договорились. Вот под Москвой построили автодром. Сейчас под Нижним Новгором построили автодром. Вот вы сейчас ведете разговор о том, что под Москвой построили автодром. Переезжайте туда и гоняйте. Переезжайте. Люди построили, значит, они не смогли пролоббировать эти интересы. Почему вы-то не можете пролоббировать эти интересы? Можете подробнее про сотрудничество с ГИБДД? Да, кроме того, что ГИБДД загибает цены. Я бы сам взял в аренду машину и поехал бы кататься на нормально подготовленном автодроме. Какие претензии к вам гаишники предъявляют? И, кстати, это вам тоже вопрос. Вы же жаловались гаишникам? Да, у меня вот есть письмо, ответ официальный с ГИБДД, когда я написал летом, ну куда опять вот это вот все началось, написал жалобу через сайт ГИБДД. Мне через месяц пришел ответ. Что они не видят в этом проблеме? Нет, они провели беседу с директором торгового центра, напротив которого стоит стоянка. Покажите, почему. Так, и что провели беседу? В цельном бланке, все хорошо, красиво. Провели беседу, приняли решение, что они сделают там какие-то специальные сооружения, которые помешают хаотичному движению. Прошло три месяца, ничего не было сделано. Ну и там, что в данной территории будет патрулировать там какой-то седьмой полк, седьмая рота полка ДПС ГИБДД. Я не хочу сказать, что они совсем ничего не делают. То есть какой-то момент после вот этого ответа стало лучше. То есть они просто в это время, в 10 часов стали приезжать и ставить там машину ДПС, которая там стояла 2 часа. Просто пугая своим людям. Сейчас, понятно, они опять все уезжают, и все возобновилось. Зимой там будет просто вот, может, приезжать в 10 часов, он и гуляет, как штук 15 машин будет там по кругу нарезать. Ну то есть они вам не помогают, а вам почему не помогают тоже, если вы хотите проводить регулярные организованные мероприятия? Тут же не только вопрос ГИБДД. Чтобы организовать мероприятия, нужно договориться со скорой помощью, с пожарными, с администрацией города, чтобы они выделили место. А в последнее время вообще все массовые мероприятия как бы запрещаются. На всякий случай. Что бы ни было. Если не договориться, то тоже может быть всякий случай. Скорая приедет без предварительной договоренности. Зато здесь никто ни за что не подписался, никто ни за что не отвечает. Кого поймали, тот и отвечает. А тут будет официальное письмо, официальное разрешение на массовые мероприятия. В последнее время это большие проблемы. Но вот если ловят вот такого вот гонщика, что ему за это бывает? Штраф. Что, если он постоянно ездит? А права не отнимают? Нет. Знаете, нам звонят. Придется ответить. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Алло. Молчаливый абонент. Здравствуйте, мы тут. О, выпускай. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Сахович Коноровский нам еще и комментарии оставил. Видно. В прошлом известный блогер. Как это молчаливо. Алло. Да, да, да. Говорите. Высказывайтесь. Алексей. У нас небольшая задержка связи, поэтому давайте реплику. Блогер, мало того, еще, наверное, в начале двух сентября. В 2000-х я занимался как раз таки автоспортом, дрэк-рейсингом. И? И что дальше? Вырос. Все вырастают. Как и все. Ну, я думаю, что я прошел как раз таки через это все. И задержка связи идет, да, наверное, секунд пять в эфир попадает. Вы, главное, рассказывайте. Алексей. Так, ладно, давайте по порядку. То есть, то, что сейчас вот рассказывают ребята, ну, я никак не могу связать с автоспортом. И это совершенно не автоспорт. Вот. А что это? Как вы это прокомментируете? То, чем занимаются вот эти вот парни на уделанных машинах? Это не спорт. То есть, то, чем занимаются ребята, это не более чем автопокерство. Вот. А вы знаете, как стрит-рейсеров в сетях называют? Нет. Можно я скажу слово некрасивое? Для чего? Я как бы не понимаю, для чего ставят? Как? Сракеры. Ну, это если прочитать английское слово по-русски. Ничего личного. Алексей, спасибо. Мы поняли. Очень плохо со связью, по сожалению. Мы услышали главное слово. Автопокерство. Ну, то есть, правда, это же не очень связано со спортом и увлечение, которое немножко незаконно. Вы вроде бы перестали, да, гонять по улицам и сейчас ездите по стадиону. Ну, не по стадиону, просто площадок нету. То есть, мы в основном сейчас ездим, все, наверное, слышали про Кольцовский тупик. Так. Вот. То есть, мы сейчас в основном собираемся там. Потому что нам негде больше ездить. И то нас оттуда выгоняют. Кто выгоняет? Кто-кто? Наши доблестные инспектора ДПС. ДПС. Мы вам там почему-то мешаем. А вы с ними договариваетесь официально или не официально? А с ними просто невозможно договориться. Они не понимают. Ну, есть же такая практика, что с знакомыми инспекторами... Нет. Нет, это слишком уже большой резонанс. Тут уже не договориться. Про этот тупик знают уже с 2000-х годов. Он всегда был. То есть, там хорошее закрытое место. Мы никому не мешаем. Но вас туда не пускают. Почему пускают? Просто пару заездов, и все, приезжают эти ДПСники наши доблестные. А чей сигнал? Ну, то есть, кому-то, значит, мешаете, если они приезжают? Они просто знают. Ну, так просто они мимо приезжают. Да, они уж там испокон веков находятся, дежурят. Это же видно по камерам. В городе камеры стоят, куда поток машин пошел. Как бы легко отслеживать. Ну, и ладно, хорошо. Тупик, ладно, но академический, ты почему там гоняете? Ну, то есть, вот два известных места. Кольцовский тупик и микрорайон академический, где ездят. Правильно? Ну, да. Катаетесь там? Ну, там широкие дороги, наверное. Да, в академическом, конечно, я знаю, что гоняют. Но там организация не очень по сравнению с тупиком. То есть, там как-никак все равно трасса. То есть, в любой момент может заехать машина. И вот, авария. Ну, вот вы участвовали, а вы организовывали. Как это сейчас выглядит? Как в фильмах показывают? Я пришел первым, я забираю твою машину, деньги и женщину? Или как? Нет, мы организовывали это все было без денежных вложений. Просто был интерес. Это хобби у людей такое. Это не спорт. Это первый шаг к спорту. Чтобы заняться серьезным спортом, можно себя пробовать вот как бы в таких нелегальных соревнованиях. То есть, просто мы договорились в интернете, встретились. Но это делается все-таки ради вот этого вот быстрого движения. Или ради того, чтобы украсить свою машину, например. Потому что, ну, не секрет же, что стритрейсеры в основном свои машины всячески украшают. Каждый человек хочет славы. Здесь он может ее добиться просто легкими вложениями. И венок на могилу. А слава, вот когда есть реакция несчастных обывателей, которые хотят спать, это же тоже, наверное, щекочет сердце. Бабушкины проклятия там слегка. Нет, как бы об этом никто не думает, в принципе. Ну да. Когда я подошел и спросил его, что ты делаешь, он сказал, а что, у меня там меньше 100 децибел, я могу чего угодно до 11 часов делать. И все? Да, вот и правильно сказал. До 11 часов. Да, конечно, с чего ради-то? Ну, у нас по закону. Ну, по закону. До 11 часов можешь делать все, что хочешь. Так там не 100 децибел, там не слышно ничего, там все 150-200. А вы откуда знаете, вы замеряли? Вот, 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 вот разговор начинается, да? Вы замеряли, принесите мне сертифицированный прибор, ГИБДД и так далее. Вот смотрите, сейчас примут закон о красостволе, да? Я первый возьму его, куплю и пойду колеса стрелять. Вот и все. И вас посадят за порчу имущество? Ну, за порчу. Да вы свои колеса сами портите. С своим прогревом. Ну, вот можете сыграть в адвоката дьявола и помочь Алексею Талипову? Как ему избавиться от его проблемы? Посоветуйте. То есть, с кем нужно договориться? Фомоизоляция. Ну, что за свинцы? У вас наверняка стоят пластиковые волки на доме. Покупайте мне квартиру в другом районе. И все. Кто выйдет, это избавит? На 12 этаже, где ему, где нет, стоянут. Стридрейсеры в каждом районе города. Да, я вот возле УПИ довольно часто вижу ребят, которые собираются, видимо, с целью погонять, но это все-таки, мне кажется, больше тусовка ради общения. Они показывают свою красоту, молодость, свои автомобили, своих девушек предъявляют. Примерно так и есть. Да? Это просто шоу, это просто интересно. Проходит ли до гонок, я не знаю. Мне кажется, что они просто съезжают. Нет, УПИ не гоняют. То, что происходит у нас, это не гонки. Это вот реально понты. Это просто понты. Автопокерство. Вот я вот могу и все. Это первые шаги к дрифту. Да никакие шаги к дрифту. Надо же где-то тренироваться. Как можно дрифтовать на этом? У нас просто нет площадок для тренировок. На этом корыте как можно дрифтовать? Там можно дрифтовать. Там периодически появляется какой-нибудь Субарик, 300 лошадей, но он максимум 3 минуты, 2 разворота и уедет. Наверное, потому что у человека есть какое-то понимание. Потому что это Субару полный привод. Вы попробуйте на полном приводе подрифтить? Посмотрим, как у вас получится. Мне кажется, все закончится тем, что Алексея вовлекут в эту тусовку, он тоже начнет гонять. Ему так понравится, что зауши не стучишь. На гаделях. Вот я серьезно говорю, выпадет первый снег, приезжайте и посмотрите. Увидите такое шоу, там автобусы начнут дрифтовать. Слушайте, ну вот среди ваших друзей, знакомых, тех, кто этим увлечен, кто-то попадал в серьезные аварии в процессе этих гонок? В процессе гонок, ну, наверное, все уже видели репортажи, слышали о разбившемся БМВ в прошлом году в тупике. Наверное, все уже это видели. То есть никто толком не знает, что с ним произошло, так как не было тормозного пути. Человек с управлением не справился? А никто не знает. Вот они проехали, и буквально через минуты-две мы, то есть, стартанули. Ну, с другом. И все, доезжаем до разворота, смотрим, такая картина, что БМВ лежит раскоряченная вся. Там были человеческие жертвы? Ну да, там водитель, по-моему, несколько дней был живой, а потом все, скончался. Ну, вот этот урок, он ни на кого не подействовал? Никто не захотел вообще завязать? Вы подумайте, каждый день в городе случаются аварии. Никто же не вышел из-за болезни. В том числе из-за людей, которые не соблюдают скоростной режим. Каждый думает, что это не со мной случится. Я пользуюсь служебным положением, прочитаю, моя жена пишет, у нас сегодня ребенку два месяца, а детки укладываются спать в 21.00, а не в 23. Да, вот именно. Что действительно. А в 8 утра вставайте в школу, у тебя уже в 7. У меня трое детей, вот как они должны? Мне кажется, они в детстве будут любить автоспорт. Они будут вовременными. Да нет, неправда. Я уверен, включите им первую часть «Форсажа». Они посмотрят. «Форсаж» это тоже на самом деле пародия, на самом деле, на гонке на автоспорт. Я понимаю, что это пародия, там много выдуманного. Да, мы тут не о автоспорте говорим. Вот Роберт Кубец занимается автоспортом, да? А вот все остальные не занимаются, вот кто вот это устраивает? Ну не все занимаются спортом. У них специальная трасса для этого есть. Не то, что у нас. У нас трасс нету. Так вы сейчас и будете отговариваться, у нас нет трассы. Раньше там тоже не было трассы. Они тоже ездили по дорогам, превратили их в трассы. Вы сейчас спорите об одном и том же. Мы все говорим, что это не спорт. Это не спорт. Я согласен, что у вас нет места. Вам же Алексей для вашего увлечения предлагает какое-нибудь гетто выбрать. Ну, то есть специальное место. Уралмаш это не гетто, что ли? Не для автомобилей, только для людей. Не надо. Не надо так. Там много очень хороших людей живет. Вот вы спросите у любого дрифтера, с чего он начал? Не сразу же он сел и поехал. Вот так же начинал. Да не вопрос. Вот в тот же тупик, где вы никому не мешаете, пусть там дрифтует. А где там дрифтовать? Там прямая дорога. Там площадка 3 метра ширина. Не знаю, на каких складах еще. Наверняка, если поискать кучу мест, где это можно сделать, никому не мешает. Вот пример приведите. Где можно дрифтовать, например? Вопрос-то не мешать людям. Не мешать людям. А площадок нету. Все площадки открытые только в городе. Быстро дачи, что площадок нету. Вот стоянка, это площадка для дрифта или стоянка для машин? Это открытая местность для тренировок. Там в 9 вечера стоит еще половина стоянки забита. Автобусы-то там останавливаются. Вот он такой приезжает и начинает между машин и людьми ездить. Это что он делает? Да он не справится и задавит человека насмерть. Это ребячество. И что ему надо делать? И с ними кто ничего не делает? Ну вы бы как старшие, уже более опытные, проводили воспитательные беседы среди этой вот поросли молодой, которая настолько опасна за рулем? Вы им говорите? Ребята, давайте разговаривать. Мы просто с такими не сталкивались. А, то есть у вас все хорошие вокруг вас. Ну в нашем окружении, все моего возраста. То есть все люди с головой. Они вот такое вот не выкликают. Вы знаете, вас трудно разубедить. Просто скажите, вот Евгений и Алексей, скажите, есть какой-то выхлоп пользы для других членов общества от вашего увлечения? Или только ваше удовольствие здесь есть? Ну если бы не было пользы, не было бы зрителей. Зрители ходят, зрители нам нравятся. Зрители. Это массовые мероприятия, время проводят люди с интересом. Досуг, хорошо. Таких большинство, между прочим, кому нравится. Нет, боюсь, что большинство все-таки слышит поздней ночью. Слышат только те, кто рядом, а большинству нравится. Те, кто совсем рядом, уже ничего не слышат. У них такие пробки в ушах образовались. Люди специально приезжают посмотреть, их этот звук не раздражает. Нормально все. Ну правильно, он приехал, пять минут посмотрел, уехал домой спокойно спать. Спасибо вам большое. Мы хотели бы сейчас поменять двух Алексеев на одного. Такой у нас неравный курс. Да, дело в том, что у нас сейчас... Нет, вру, нет, вру. Алексей, который пострадавший, останьтесь, пожалуйста, с нами, Евгений. Можно мы вас тоже попросим уступить место? Спасибо вам большое за вашу позицию. Спасибо. Мы хотим к себе позвать Алексея Благодарева. Да, еще одного Алексея. Алексея Благодарева. Это человек, который учит людей правильно водить автомобили. Ведущий специалист Академии контраварийной подготовки. Да. Он учит людей правильно ездить. И в таких трудных ситуациях, когда им встречаются на пути, например, стритрейсер, не исполняющий правила дорожного движения. Садитесь к Юлии. Садитесь сюда. Здрасте. Ну как вам? То есть вы же с одной стороны за автомобильный спорт, с другой стороны все мы понимаем и сейчас выяснили, что к спорту стритрейсинг не имеет отношения. Так. Сразу же свою позицию. Я к спорту отношения имею примерно такое же, как и вы. Так. То, чем занимаюсь я, я готовлю людей к городским условиям. Так. То есть у меня занимаются как начинающие водители, так и опытные. То есть либо приобретают навыки. А как вы относитесь к тому, что люди сами пытаются приобрести этот навык, причем вот... Что касается... За чужий счет. Опять-таки, с тритрейсинга. На парковке Уралмаша. Я не услышал ни разу исчерпывающего определения, потому что были показаны и рассказаны о самых разных проявлениях этого. Лихачи и дрифтеры, да. Собственно, стритрейсеров. По роду деятельности, так как все равно в кругу автомобилистов очень много времени провожу, у меня знакомых очень много разных. И поэтому однозначно сказать, что они плохие или хорошие, не могу. Что касается того, что я увидел, вот именно про ваш случай, но тут однозначно негативное отношение к этому. Я никак бы это не приветствовал. И каких-то положительных сторон у этого я даже не буду пытаться искать. То есть я точно так же занимаюсь на площадке, которая находится в окружении жилых домов. Но тем не менее, я, естественно, не один. Наша компания... Это санкционированные площадки? Да, естественно, все, она одобрена. И условия, в которых мы, собственно, проводим тренировки, организованы таким образом, что жалоб мы не получаем. Были ошибки, были жалобы. Мы все нарушения устранили. Машины бились, люди страдали? На самих занятиях? Да. Ну, сколько мы лет уже этим занимаемся? Ни одного происшествия, даже просто происшествия, ни про какие жертвы я даже говорить тут не могу, не было. То есть это, а, хороший инструктаж, и, б, это условия безопасные? Организация условий безопасных, и, естественно, правильный подход к самой тренировке. Это безусловно. Алексей, вы бы согласились жить по соседству с какой-то санкционированной, такой вот легальной тренировочной площадкой? Если это бы происходило, ну, скажем так, в дневное время, до 7 вечера. Я сразу же сказал, то есть мы удовлетворяем всем требованиям жильцов, даже не законов, все равно, если капризные жители, то есть кому-то, в принципе, маячение автомобиля может быть неприятно. Да сам вид автомобиля неприятен, может быть. Да нет, на шум жаловались, шума больше нет, на поздние занятия жаловались, поздних занятий больше нет. То есть мы постарались сделать так, чтобы только пользу приносить, никакого вреда чтоб не было. То есть нам это удалось. У них нет же задачи как можно громче ехать на машине, да? Ну, что касается... Ну, вот вам кажется, стритрейсеры это только автопокерство? Извините, я вас пользуюсь... Стритрейсинг я не понял определения и не увидел, потому что было показано нарезка аварий. Там, на самом деле, не только стритрейсеры. Там показали также ДТП, просто неумелых водителей. Мы будем говорить о городских гонках, чаще всего неофициальных, когда вот люди собираются, чтобы проехаться по городу. Это все равно кто-то о чем-то договорился куда-то доехать из пункта А в пункт Б. Есть люди, которые просто неумело ездят, невнимательно ездят и попадают точно так же в аварии. Просто превышают скорость, не замечают светофоры, болтают по телефону или отвлекаются на пассажира. Они тоже создают опасные условия для всех окружающих. То есть я бы именно к стритрейсингу все неприятности на дорогах не привязывал. А мы не привязываем. Мы говорим именно о людях, которые делают намеренно это. Ну, то есть которые собираются и заранее знают, что, например, будут нарушать ПДД в части превышения скорости. Вот стритрейсеров, если мы их так называем, отделяем от всех остальных. То есть эти люди договариваются, встречаются в каких-то местах. Я опять-таки опираюсь на тот опыт, который есть в общении с этими людьми. То есть и дрифтеры есть у меня знакомые, и стритрейсеры, которые по прямым гоняются. Они договариваются, уезжают куда-нибудь, где они точно никому не будут мешать, где они никому на глаза не попадутся. Они стараются это делать. Если мы говорим про таких людей, я думаю, к таким людям претензий у вашего гостя тоже нет. Но если говорить о тех, кто стоит под окнами, или у него музыка орет с этими сабвуферами, или у него выхлоп очень громкий, неоправданно совершенно на этой же семерке, естественно, здесь я никого оправдывать не стану. Я здесь встану на сторону жителей дома, которые жалуются. Это однозначно. Положа руку на сердце, лихач, который в городе каждый день в жизни ведет себя как на трассе, он более квалифицированный водитель? Опять однозначно не скажу, потому что человек, который больше экспериментирует, опыт имеет выше. Но, как правило, профессионалы рискуют намного выше, потому что они лезут туда, куда неопытный водитель даже не станет соваться. То есть они, возможно, попадают в аварии реже, но эти аварии однозначно будут по последствиям много серьезней. На самом деле, возьмите статистику, опытные водители попадают в аварии реже, но, как правило, летальный исход. Начинающие водители без конца бьют бампера на парковках, зеркала сносят, но это никакого серьезного урона за собой не влечет. А посоветуйте тезке, как ему справиться со своими соседями? Ну, то есть вот не брать же короткоствол и стрелять по шинам. Тут, я думаю, надо просто вспомнить, что за рулем автомобиля сидят такие же люди, как и ходят пешком. И если человек ненормальный, он что за рулем ненормальный, что пешком он будет ненормальный. То есть короткоствол все-таки? Ну, у нас вообще-то есть законы, естественно, надо тут уже, видимо, вопрос к тому, как у нас законодательная и исполнительная власть действует. То есть если не может с ними милиция справиться, ну, я вам не порекомендую идти там драться с кем-то, потому что... Их больше. Да вы один совет однозначно, неадекватный. Ну, берегите себя действительно. Алексей, вы готовы мириться с лихачами на дороге, с стритрейсерами, если они делают это ночью и в малонаселенных районах? Если оно нарушается, я думаю, это неприятность. Моя позиция, я... Вот, пожалуйста, ваше хобби, ваша машина, ваши шины не жалко. Гробьте вот 30 километров от города, где вас никто не услышит. Это ваше право убиться насмерть. Вам никто не помешает. Слушайте, там же деревенские жители. Все равно же нет специальной трассы. И в любом тупике может мирный житель оказаться. Здесь, на самом деле, надо привлекать уже власть, как минимум городскую, может быть, областную, и строить. Мы крупный город населенный. Да, есть люди, есть потребности. Надо строить трассы. И на самом деле сейчас... Вы посмотрите на Соединенные Штаты Америки. Там в каждом крупном центре есть автодром. В каждом. Там порядка 100 трасс во всей стране. Сколько у нас в стране? Да, я как-то разговаривал с людьми, которые продают премиальные автомобили. Вы все знаете эту немецкую марку спортивных машин. Они посчитали, сколько стоит построить. И решили, что даже при самом благоприятном сценарии оккупаться это будет 10-20 лет. Ну, у нас все упирается в деньги. А почему надо сразу в окупаемость? Мы хотим социальную напряженность снять? Мы хотим людям дать возможность? Или мы хотим денег заработать? А может снять эту социальную напряженность и заставить полицию выполнять законы? Ну, закроем такое хобби. У кого-то может быть хобби лошадок мучить. Нет, ну невозможно бесконечно перекрывать кислород. Все-таки, если мы говорим про автоспорт, это вполне нормальный, хороший спорт, который нравится людям и на котором можно зарабатывать. Но это надо делать в рамках закона и цивилизованным путем, а не устраивать бедламу. А мне кажется, что гонщикам вот этим вот безумным, им неинтересно в рамках закона и цивилизованно это делать. Им неинтересно будет даже на специально подготовленной площадке гонять. Интересно ведь по городу ехать. Ну, опять. Мы приходим к тому, что у нас есть гонщики, у нас есть три трейсеры, и есть ненормальные люди, которым доверили управлять автомобилем. Которым вообще права нельзя давать. Конечно, да. Здесь вводить в норму законодательства. Лишение пожизненно прав. Вот тебя поймали за таким. Они будут и без прав ездить. Я не удивлюсь, если у тех, кто там носится, у них ни гражданства, ни прав, ни паспортов нет. Слушайте, а они пьяные бывают за рулем? Вы статистику когда-нибудь читали? Я боюсь, что вы. Нет, что ты, Юля, в России пьяными не ездишь. Я на городской сайт, на котором новости вывешивают, регулярно захожу. В последнее время у меня какой-то спортивный интерес, потому что каждый день там новость, связанная с ДТП, либо с участником в нетрезвом виде, либо просто массово какое-то побоище устраивают. То есть уровень подготовки водителей в целом такой, что тут уже, мне кажется, надо ставить проблему на том, что гонщики опасность создают на дороге. А у нас в целом эта сфера никак никем не регулируется, не контролируется, и никто ничем не занимается. Вы зайдите в интернет, на ютюб, откройте раздел автостраспорта. Да вы что, я же не засну потом. И там страшно. Боже, упаси. Это одни аварии. Об этом и смысл. Чем больше это показывают, тем острее эта проблема будет стоять. То есть пока об этом можно отмахиваться от этих проблем, ничего не изменится. То есть мы со своей стороны постарались что-то изменить в своем масштабе делаем. Вы будете писать жалобы, может быть, это и на пользу пойдет, а может быть, если вы будете писать петиции о том, чтобы трассу построили всеми жильцами, что жильцов-то точно больше, чем гонщиков, можете трассу добьемся поставить. Ну а мы все это будем показывать и об этом рассказывать. Я знаю людей, которые выступят против строительства трассы и даже против стадионов 30 километров от города. Это вопрос, который однозначно вообще можно решить. Я понимаю. И знаете, кто эти люди? Это те, кто собирают грибы. Это же вы же трассу будете строить, лес опять какой-нибудь снесете. Спасибо вам большое за позицию. И вам вот от зрителя, который представляется постоянный зритель, точка. Теперь вам советуют каждый раз, когда приезжают ребята ездить боком, пусть звонит в милицию. Раз 10 позвонит, больше приезжать не будут. Действительно, может быть, отучить их? Я звонил, наверное, раз 30. Можно поднять статистику в 0,2. Реально, это не помогает. Это снимает только на время. Жаль, что народная мудрость не помогла, но зато вы пришли к компромиссу. И пока все-таки не строят стадион или дорогу, есть еще грибы поблизости. Давайте поговорим о грибах. Спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания. Может быть, кстати, вы в области грибов тоже специалисты, но об этом мы так, видимо, и не узнаем. У нас есть люди, которые разбираются профессионально в этой теме. Вы их увидите, они как по волшебству здесь появятся после сюжета. Мы вам сейчас покажем чудесный сюжет, как из года в год эта угроза косит десятки, единицы человек. Придет очередной сентябрь, и очередной репортер сообщит большому городу. Грибники доставлены в тяжелом состоянии в реанимацию. Не оклемавшись, обитатель реанимации непременно расскажет. В том году ели, в этом году ели, ничего не было. А видный биолог под шелест стране и заложит, что там у опят и рыжиков внутри. Это могут быть и какие-то тяжелые металлы, медь, свинец, кадмий. Науку отодвинет грибник-практик, непременно бывалый. В окружении товарищей и с одной на всех русской кулинарной идеей. Кто хочет грибниц, у меня вот даже брали, даже кто здесь торгует, брали грибы. Никто не отравился. Каждую осень этому изобилию бледных и не только поганок будет противостоять бледная тень здравого смысла. И у тени это и лицо токсиколога Константина Брусина. Не есть сморчки, не есть бледные поганки. И каждую осень этому не будет конца. И добывший какую-то гадость семейный суп на фоне той самой реанимации снова сообщит. Ну, мы их еще отбирали, сортировали, все это сделали. Как, не знаю, как отравили. А журналист за 20 секунд возьмется выучить зрителей приемом естественного отбора. Надо знать, какие грибы покупать. А такие, конечно, они бывают всякие. И секретом собирательства. Сумзики, они вот как это, как цветок вот так распушаются. Вот как наружу выворачивает. Но зрителя поманит очередной подосиновик-рекордсмен. А значит, снова будет лес, снова грипп. И снова придет в телевизор токсиколог Константин Брусин. Мы не знаем пока, как будет прогрессировать течение. И в этом вечном хороводе вокруг грибной шляпки нет никакой мистики. Просто каждая осень на Урале обязана доказать большому городу. Грибы невозможно победить. Их можно только съесть. Да, у нас в студии Виктор Андреевич Мухин, эколог, доктор биологических наук. И тот самый Константин Михайлович Брусин, врач-токсиколог, зав. отделением областного токсикоцентра. И снова в телевизоре, снова про грибы. И снова, и снова все повторяется. С чего, с кого начать, я даже не знаю. Наверное, все-таки с вас. Все-таки грибы – это еда больше полезная или вредная? Ну, мне очень сложно рассуждать о пользе грибов. Я все-таки токсиколог. Поэтому я-то встречаюсь, конечно, с случаями тяжелых отравлений. К великому моему счастью, последние годы у нас отравлений токсичными грибами, конечно, имея в виду бледную поганку, как наиболее токсичный гриб, то есть содержащий амонитотоксины, таких отравлений стало очень мало. Вот в этом году, пока у нас не было, в прошлом тоже не было случаев отравлений по нашему токсикоцентру. Но сезон еще не закончился. Все-таки сезон отравлений… Может, они затаились просто пока? Грибное царство еще сзади. Я не знаю, в чем дело, но это, конечно, хорошо. Хорошо. Я заметил, что отравления бледной поганкой идут тогда, когда грибов мало. И люди начинают, может быть, собирать все подряд, путают чаще всего с сыроежками. И я-то уже сталкиваюсь с больным, с отравлением. То есть я, конечно, не знаю, это не моя специальность, как выглядит гриб. А в этом году вроде побольше грибов. Виктор Андреевич, можете сказать, вот тут в сюжете тоже прозвучала замечательная свердловская легенда про сумзики. Это грибы, которые около сумза растут. Слышали когда-нибудь про такое? Не только слышал и работал там. Я не знаю, надо подержать этот сумзик в руках и посмотреть, что это такое. В принципе, грибы – это что? Это организмы неограниченного роста. То есть если есть благоприятные условия, он может быть и большой, и не самый низчеловеческий рост, но он может быть выше, чем обычно, может быть маленький. Поэтому удивляться, на мой взгляд, тому, что мы изредка или периодически встречаем грибы больших размеров, чем обычно, не стоит. И тем более связывать это напрямую с какими-то мутациями, с какими-то токсинами. Вот тут-то у населения буквально религиозный страх. Слышали, он говорит сумзик, он как бы весь из себя наружу такой выродок. Ну, я вот три часа назад ездил, собирал грибы по своим научным делам. Но могу сказать, что грибы – причудливые создания. И даже сегодня я находил грибы, которые, конечно же, нормальные грибы, но они выросли в такой вот необычной форме. А почему, кстати, они так меняются? Говорят, что вот там из года в год не выглядят по-разному. Ну, нет, такого нет. Биологический вид, он остается биологическим видом. Другое дело, что окраска, размеры, ну, даже и форма, она может меняться. Это зависит, допустим, окраска тех же подосинок, зависит от освещенности. Потом от того, ну, в каком типе лес он растет. Если в темнохвой, ну, он бы обычно более блеклый. Блеклый, если он растет в мелколистенных лесах, в березниках, осенниках, они были яркие и так далее. Это нормально, все. А я хочу вас обоих спросить. Вы сами не по работе, а вот для себя грибы собираете? Любите же ореху, грибовницу, засушить к зиме? Понимаете, в чем проблема? Я боюсь, что немногие токсикологи любят собирать грибы. Достаточно один раз посмотреть на больного с отравлением бледной паганки, а это ужасно. Это, пожалуй, одно из самых ужасных отравлений, и не захочется есть никакие, кроме собранных в магазине. Шампиньончики из магазина можно, да? Можно. Не отравитесь. Я 40 лет собираю грибы. Я профессиональный миколог. Мне зато государство платит деньги. Я стал благодаря этому и докторам наук, и профессорам, и заслуженным деятелям науки Российской Федерации и так далее. Но вы их едите или только не учите? Я в основном изучаю. Для меня это не предмет диеты, это предмет научный, который очень сложный, очень важен, очень интересный. Если говорить, тут бледная паганка звучит, можно одно сказать. Она, конечно, встречается, но в основном в предурале. Это краснофимские, в хребтовой части Урала, из-за Урали, то есть где мы с вами сейчас находимся. Бледная паганка, я не знаю случаев, чтобы она находилась. То есть она не доходит сюда. Это мухомор, и нормальный человек не будет собирать мухоморы. То есть он выглядит, как мухомор, только не красного цвета. У него тоже такое кольцо под шляпкой, в основании волевы и так далее. Нужно быть абсолютно безграмотным человеком, либо смертельно голодным, чтобы собрать их и взять. Знаете, есть такие люди. Но мухоморы лечатся ведь. Давайте посмотрим сюжет про людей, которые по доброй воле едят мухоморов. Мухомор, когда зашел, меня пошатнуло, жена увидела. Что это такое? Я говорю, вот мухоморов, что-то и по всему телу потом что-то пошло такое. Деревушка какая-то ужасная. Ужасно Анатолий Георгиевич почувствовал себя после того, как съел 8 жареных мухоморов. Говорит, таким образом язлу желудка лечил. Правда, пожарить мухоморы попробовал впервые. Последние 4 года ел все больше сырые. По одному мухомору каждую прогулку по лесу. Так вот я жареный-то, я говорю, ни разу не ел. Видимо, их жарить-то нельзя. Да много. Там-то я по одному же ел, а тут много сразу. Пожаришь же, убавляется. Ну, 3 ложки больших получилось. Кушал плохо, почувствовал сыра. Привезли Комиссарова уже в коме. Врачи до сих пор удивляются, как жив остался. По словам медиков, это первый случай истинного отравления грибами в этом году. У большинства желудок не выдерживает и обычных сыроежек. Чаще всего диагноз отравления грибами снимается. Вообще грибы, пища достаточно тяжелая. И людям, имеющим хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, не рекомендуется их вообще отоплять пищу даже съедобной. Народная медицина утверждает, нет яда для целителя, но соглашается с медициной традиционной. Все зависит от дозировки и способа применения. Те же мухоморы на виде настойки и по одной-две капли очищают. Наилучший вариант применять наружно. Его не пьют, вот как пьют настойки, там по 100 грамм, 50 грамм. Это вообще не средство расслабления. Делали настойку, ее наружно втирали на больное место просто. Вот это как бы почти без дозы. То есть на ладошку рули, и вот как любую настойку втирали в кожу. Тетя Маша свое настоящее имя не называет, но вполне открыто признается, что постоянно употребляет мухоморы. Правда, только летом. Раньше на мухоморах настойку делала, да теперь водку плохую стали выпускать. Вот и не рискует. Отравиться боится. Я сырком купила, отравилась, а мухомором нет. А для чего вы его едите? А чтоб не отравляться. Себя, так сказать, очищать организм. Но даже любители ядовитых грибов давно не советуют пробовать спаганки мухоморы. Сами предпочитают небольшие количество съедобных и проверенных грибов. Говорят, с такой экологией и хорошие уже стали, как ядовитые. Ну и смех, и грех просто. Да, ну скажите, дорогие специалисты, можно мухоморами вылечить какую-нибудь болезнь? Ну, мухомор – это известный, в общем-то, ну как сказать, в народной медицине применяется. Это действительно реально установлено и доказано. Можно использовать настойки, это эпилепсия, если я не ошибаюсь, некоторые сердечно-сосудистые и так далее. Другое дело, что он содержит мощные, ну скажем так, психотропные что ли, вещества, это первое. И употребление его в больших количествах, но это все равно, что употребить мощный наркотик. То есть тетя Маша просто сидит на мухоморах? Она просто сидит на этом, то есть это же самый легендарный. У меня прошло немало больных с отравлением мухоморами. И, разумеется, это психотропный эффект, это острые психозы. Естественно, это те настойки, которые бабушки делают для лечения суставов, а дедушки, конечно, выпивают внутрь. Да, но, разумеется, это токсичный яд, и это могут быть тяжелые случаи отравления. Знаете, мы теряем зрителей. Вот Даниил Зимовец пишет, про грибы даже смотреть не могу, ужасно их не люблю. Ни на вид, ни на запах, тем более в пищу. И пусть меня осудят все, но я вообще против употребления грибов в пищу. Выключаю эфир, до встречи. Алло, алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вы не Даниил, случайно? Враг грибов. С телефоном у нас что-то не так? Алло, 376-45-88, можете нам позвонить. Алло, здравствуйте. О, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Добрый вечер. Я не Даниил. Евгений, скажите, пожалуйста, какой у вас случай был с грибами? Мы вас слышим, говорите. О, такая-то... Алло. Да, вы слушаете в трубку, не трансляцию смотрите. Никита, здравствуйте. Расскажите вашу историю про грибы. Она у вас есть, судя по всему. Ушел Никита от нас. Никита пропал. Пошел поесть грибов, видимо. Я вот согласен с Виктором Андреевичем, что у нас отравлений бледной поганкой меньше, потому что меньше бледной поганки. Действительно, в средней полосе России это очень большая проблема. Действительно, даже в Пермском крае, то есть предуралье. Но это не значит, что бледной поганки совсем нет. Мы получали больных из Тавдинского района. Не так давно случай массового отравления был в Тюмени. То есть, конечно, такие отравления бывают. Это не такая огромная проблема, как в других областях России, как в средней полосе. Слушайте, а если не поганки, не мухоморы, а просто обыкновенные грибы, вроде бы совершенно нормальные, ими можно отравиться? Ну, давайте так, говорит, вроде бы совершенно нормальные. Есть нормальные, есть... Нет, вроде бы совершенно нормальные. Вообще, любой человек, прежде чем идти в лес, он должен знать грибы. Ну, хотя бы самые распространенные. Если он знает там белый гриб под березовик, под осиновик, грузи и так далее, вот пусть он это собирает. И не надо собирать сомнительные виды грибов. Ну, зачем это делать? Ну, это, наверное, самое первое правило вообще для тех, кто в лесу... Нет, это не только правило, это должно быть требование. Потому что люди идут абсолютно безграмотные, не знают грибов, собирают. Вот, потом спокойно это всё готовят в пищу, ну и травятся. Здесь нет никакой незакономерности, ни умысла со стороны грибов. Это просто без культуре. Ибо не виноваты. Нет, они не виноваты. Это просто без культуре. Мне кажется, вы их защищаете специально. Ну, я ещё раз говорю, потому что я их люблю, я их знаю. Вы сказали люблю, а потом как бы зачеркнули и сказали знаю. Нет, ну, слово любовь, наверное, не совсем подходит, потому что это моя профессия, любимая профессия, я ещё раз говорю. Я профессиональный грибник, если честно говорить. Ну, вы помимо этого ещё и эколог. Да, я руковожу лабораторию в институте. И для вас это уж точно не секрет, что грибы вбирают в себя из земли вредные вещества. Так? Я не ошибаюсь? Да, это всё точно. Все мы являемся биологическими аккумуляторами. Все сидящие за столом, в том числе и грибы. Мы всегда из того, чем мы питаемся, мы что-то накапливаем в себе. Давайте говорить. Если мы берём пищу, загрязнённую, скажем так, тяжёлыми металлами, они накапливаются в нашем организме и так далее. Грибы тоже аккумулируют. Да, у них достаточно высокий уровень аккумуляции или коэффициент накопления. Вот я сегодня ездил, вчера ездил, и мы продолжаем эту работу. Это Уральское отделение Российской Академии Наук. Мы занимаемся, будем заниматься три года, накоплением токсичных элементов в грибах в различных районах Свердловской области. А где у нас больше всего вот этих вот токсичных токсичных? Да, по вашей дипотезе, где вреднее? Мы сейчас выбрали, условно говоря, экологически чистые районы, в частности, Сесерский район, который привлекательный с точки зрения рекреации и так далее. И вот мы попытаемся показать, что да, действительно, данный район, он благоприятен для сбора лекарственных растений, ягод и в том числе разнообразных грибов. И в Сесерском районе грибы брать можно? Вот на данный момент. Вот для того, чтобы это сказать, нужно не только собрать это, мы только их привезли. Сейчас надо высушить, приготовить препараты и отправить на достаточно современный анализ, который будет делаться в нашем институте. Возможно, весной, к лету мы получим полноценные данные, характеризующие токсикологическую ситуацию по отношению к растениям-грибам в Сесерском районе. Что касается псилоцибиновых грибов, к нам такие больные поступают с отравлением псилоцибиновыми грибами, но не часто, потому что действительно... Они в психодиспансер, наверное, поступают чаще, да? Ну, действительно, какой-то большой системной токсичности обычно у этих грибов нет. В основном это психотропное действие, оно достаточно непродолжительное. Ну и если такой человек, поевший грибов, обнаруживается где-то в общественном месте, его забирают, привозят в токсикоцентр. Через несколько часов он приходит в себя. В последствии есть долгие. Действительно, в состоянии и такого псилоцибинового наркотического опьянения были случаи... Ну, у них просто это много-много, все фиксируется. Были случаи, когда выскакивали из ока. Ну, вот это психотропное действие, понятно. А вы сдаете органам этих людей, на учет их ставят? Нет, но у нас все-таки больные. Мы занимаемся больными, а не учетом. Наша наркополицейская иногда обращается с просьбой определить это псилоцибе или не псилоцибе, и что делает. Его сейчас не просто можно собрать в природе, но еще говорят и выращивают. Я, правда, не видел. Есть специальные разработанные методики. Люди на этом бизнес делают. Вам присылают порошок, вам дается рекомендации, как посадить, как поливать, и через некоторое время вы получите вот такие маленькие грибы. С наркотиков к пище можем вернуться. Маргарита Гордеева, наша зрительница, пишет. Все, не могу молчать, делюсь историей с ядовито-острым послевкусием. История очень хорошая. В Омске это было дело, это было по соседству от моего дедушки. Половина жильцов многоэтажки вымерла разом. Случилось следующее. Померла бабка, гуляли поминки, ну и достали из-за кромов у старушки баночку с грибами. Спасти народ не смогли. Через три дня гуляли новые поминки без грибов. Но тут грибы вообще ни при чем. Это бактерии, бутулизм обыкновенный. У меня все-таки невинный вопрос. Вот есть такой городской миф. Почему нельзя у старушек покупать или там у грибников? Они на кладбище грибы собирают. Они их собирают на кладбище и трупный яд в этих грибах содержится. Скажите, есть такое? Я думаю, что это глупость. Бабушки, собирающие на кладбищах, что-то не могут собрать. Но в таких количествах, как в городе, сейчас нет. Я думаю, что это просто жители наших окраин, что ли, городских или деревень и так далее. У них жизнь сейчас тяжелая. Они сидят, собирают в окрестных лесах и выставляют вдоль дорог и сюда привозят. Ну, трупный яд бывает в грибах или это вот мифология? Нет. Я думаю, что вот медик лучше скажет, что трупный яд... Я вообще словосочетание трупный яд в последний раз в связи с Базаровым встречал, когда он, помните, порезался. Это что-то мифическое. Конечно, это все мифы, но, к сожалению, мифы есть о том, что токсин можно выварить, что при варке, жарке, сушке и консервировании токсин куда-то денется. Токсин бледной поганки никуда не денется. Мифы насчет так называемого условно-съедобных грибов. Я бы сказал, что их и есть надо условно. Правда, не условно-съедобные. Ну, якобы токсин их может разрушиться при кипячении. Может не разрушиться. А условно-съедобные это сморчки всякие, да? В том числе, да. Строчки, содержащие гераметровый токсин, крайне токсичные, практически ничем не лучше бледной поганки. Сушеные грибы. Все то же самое содержат. Практически, смотрите, смертельная доза токсина бледной поганки содержится в 20 граммах свежих грибов или в 5 граммах сухих грибов. Ничего себе. То есть, по сути, это один гриб. Как капелюшечка, конечно. И он уже вызовет летальный исход с очень большой вероятностью. Я могу сказать, что все средневековые яды были изготовлены на основе бледной поганки. Так что это давно и хорошо известный смертельный яд. Но я бы все-таки разделил разговор. У нас как-то идет разговор то о наркотических грибах, то условно съедобных, то и вроде как съедобных. Все-таки, давайте честно, съедобные грибы, они для того и называют, что их можно употреблять пищей. Условно съедобные. Это те грибы, которые требуют предварительной обработки, скажем, отваривания прежде всего. Или там грузди. Вот это тоже, в принципе, условно съедобный гриб. Его надо вымочить, обработать горячей водой и так далее перед засолкой. То есть, все, что требует предварительно, это условно съедобные грибы. И есть то, что мы называем ядовитыми грибами. Ядовитые грибы, ну, если человек хочет покончить жизнь самоубийством, он может и мухомор, и бледная поганка и так далее. Ну, он сам выбирает, конечно. Польза от них есть, если они в рационе? От нормальных грибов нет грибных поганок. Я могу, такие нет, нормальные грибы. Да, белые, подосиновики, подбережки. Мы же с вами используем это. Но это не основной продукт. Человеческий организм не в состоянии жить только за счет грибов. Если вы хотите это попробовать, через 30-35 дней вас не будет. То есть, если вы будете питаться только грибами. Они не обеспечивают полноценное питание. Но это прекрасная добавка к столу. Слушайте, а почему грибы, так скажем, выращенные в неволе, всякие шампиньоны и вишенки магазинские, не такие вкусные, как лесные грибы? Есть какое-то логическое этому объяснение? Аромата нет. Правда, и ничем не пахнут. Ну, естественно, что, ну, как искусственное культивирование, оно направлено на что? На быстрейшее получение продуктов. Понимаете? Вот. Чего там, во-первых, их быстро выгоняют, специальные технологии. Ну, как, я не знаю, вот выращиваем молоко бабушкиное, молоко магазинное, допустим. То же самое. Другое дело, что они заведомо должны быть чистыми, экологически чистыми, их можно использовать. Вот в зарубежных странах, нормальных, скажем, странах, их дикорастущие грибы вообще не используют в пище. Это табу. И не просто что-то кого-то напугали. Они не используют. Да, никто не ходит. Помните этот вопрос? А у вас за границей грибные леса есть? Есть. И в Европе это тоже такая проблема. Там есть и в Германии, и в Италии, и в Бельгии. Везде эти отравления есть. Но там больше возможности пересадки печени, чем у нас. Это обнадеживает. Ну, это замечательные ночи. Ну, ноти нужно заканчивать. Я только хочу добавить одно, что тут прозвучало и итальянцы. Да, действительно, это одна из наиболее гриболюбящих наций до тысячи и более в отравлении смертельных в год. Так что в этом плане, я думаю, что Россия далеко не первая, если случается. А в остальных странах предпочитают употреблять грибы, купленные в магазине. Последний вопрос. Покупные, искусственно вырастенные можно, а я вот люблю китайскую кухню. Там, знаете, черные древесные грибы и золотая игла, они беленькие. Что-то меня ждет неприятное? Это тремя, тремя, а есть такие тремилоидные группы грибов, они растут у нас. Но нам в голову не приходит ими питаться. В Китае это питается. Я работал в тропинских районах Китая и собирал и ел их с китайцами. Ничего хорошего у них нет. Ну, традиции есть традиции. Мы, допустим, белый гриб едим, а в Китае его нет. Они едят тремлю. Все. Вы огромные не ешьте? Слава Богу. Токсичные алкалоиды есть и в съедобных грибах. Поэтому как добавка к пище – это нормально. Но в больших количествах могут вызвать отравление. Маленькие, совсем маленькие количество аммонитотоксинов, поражающих печень, есть практически в любых грибах. Спасибо большое. Берегите печень. Не только водка испортилась, но и грибы по-прежнему коварны. Да. Хотя мы не можем не радоваться тому, что в эту прекрасную золотую пору так много подножного корма. У нас такая... Спасибо нашим гостям. Спасибо зрителям. Мы до свидания. До свидания. До свидания.